Помоги мне, Господи, я ещё живой Вот, к вашим садам Вот, я сделал эту фотографию, потому что я очень наблюдательный Я сделал после того, когда несколько страшных аварий случилось Вот тут на расстоянии от этой вывески На расстоянии туда дальше 500 метров Я сам видел, я видел по телевизору интервью местного канала Человеком, который две машины в дребезге разбитые Шофёр случайно жив, разводит руками, говорит, да, виноват Вы знаете, на секунду потерял сознание То есть, отключилось сознание А очнулось уже поздно, уже лоб-лоб Так вот, есть гепатогенная зона Это не миф, это страшная вещь, которая недооценивается наукой Никто, в принципе, не говорит, что этого нет Никто не осознаёт опасности Запоминайте, среди вас, а это 14 миллионов человек Россиян, потенциальные покойники, если сидят за рулём А это немало Если у нас 150 миллионов Если всё взрослое, ну, там, 100 миллионов имеет И сейчас женщины, мужчины, права Плюс приезжие из других краёв Вот, то из них 5 миллионов Каких 5? Я говорю, 10 Не имеют права садиться за руль, даже не догадываясь Каждый десятый потенциальный убийца, потенциальный труп Почему? Потому что они реагируют, их мозги На гепатогенные зоны, таким образом Заторможенное сознание Потеря реакции И даже отключение сознания Вот, гепатогенные зоны, вещь страшная И вот здесь, знаете, я так удивился Я уже надоел смотреть на эти аварии А что я могу сделать? Вот, ну, статью написал Плевать Всем плевать Вон она, моя статья на сайте Читайте Она называется Трагедия, можно избежать Вот А начиналось, что я вначале изучал Как деревья реагируют А потом, когда вижу, что людей убивают друг друга Ровнейший участок Никаких ям, выбоин И только здесь бьются И вдруг, однажды, я смотрю ГАИ повесило вот это вот С двух сторон Вот это, внимание И там Дальше Отсюда не видно Вот Был второй Такой же Был Ну, слава Богу Скажите, когда ровный участок И когда ограничений нет Хоть один снизит скорость Ну, прочитали А он Какой опасный участок До горизонта земля чистая Ой, это Сосе Далее, что получается Тот дальний вдруг Однажды исчез Без следа Прямо вот нету Нет бы там покорежной Может быть сбили его Нету никаких следов Ни этих Ни палок Кто-то его просто снял А гаишники дежурят Наш штрафуют Они не знают, что такое ГПЗ Это им недоступно Я понимаю Это другой мир Другие мозги Подъезжаю Говорю Товарищ майор Куда делся Он у меня смотрит Как найдет Я ему объяснил Что такое ГПЗ Я говорю Передайте своему полковнику Главному Вот Восстановите Я говорю Все равно Ну, хотя бы Из чувства Это Чтобы совесть не мучила Потому что Все равно не будут тормозить Надо бы Ограничения Но вы же ничем не докажете Что надо ограничивать скорость Да, вы знаете Я так удивился И вот, значит Восстановили Сейчас есть Но никто не тормозит Я не тормозил Так вот Каждый десятый Это Как их отличить Вы знаете Есть люди Метеозависимые Это К ним больше относится Есть люди Которые Впадают В этот Сам Очень легко Гипнотизируются Их обычно Выбираете Столпы Гипнотизеры Когда свои опыты Проводят Гипнотизируют И издеваются Над людьми Прямо на сцене Вот Каждый десятый Вот такой Их нельзя за руль садить И ни одна медкомиссия Этого Не Не учтет Это Невозможно То есть Нет таких Тренажеров Нет таких способов Проверки реакции Ну стопнул по коленке Вспоминайте Или заставил Коснуться носа пальцем Вот весь этот Вся проверка И вот я к чему говорю Возвращаюсь в сад В саду В этих зонах Умирают деревья На краях живут Но мучаются А так В принципе Они умирают Вот И Тема эта Большая Очень Большая Ее Здесь В общем Еще добавлю Что не дай бог Если там где умирает деревья Поставили бы дом Поставили кровать Человек точно так же умирает У меня есть своя статистика Я ходил по квартирам Я замерял Я заставлял Мебель переставлять Но такими Считаю Относительно Идиотами В принципе В каждом городе Есть такие Городские сумасшедшие Вроде меня Толку от нас мало Потому что мы никому не нужны Я еще потеряю Одну минутку Простите меня Неужели Вот Там потом Количество просмотров Будет сотни Пройдет время Тысячи Ну хоть достучаться бы Ну может хоть случайно Один там Зампом Этого самого Зампом Шофера Министра Вдруг скажет Да вы знаете Там железо вроде Дело говорит А что нужно сделать Вначале доказать Что это не болтовня Что за этим Скрываются Раковые Заболевания За этим скрываются Трагедия в садах Растения мрут А как это проверить Да очень просто Берется квартира Берется эти В истории болезни Умер человек Вот их собрать Эти истории С каких они квартир Замерить квартиры Где спали они И установить Связь Вот ГПЗ Вот он тут жил Вот он умер от рака Вот ГПЗ Нет оказывается Железо болтут Да черт с ним Но эту проблему Надо обязательно решить И еще придумать Специально эти Как людей мерить Чтобы у них мозги Чтобы Забраковать тех Кто Нельзя ездить по дорогам Иначе не прекратятся Смерти Так Ученые все хорошо знают Про ГПЗ Да и многие люди уже знают Вся информация В открытом доступе Все это неправильно Уважаемый Владимир Значит Ученые У них спросите Что они знают Если бы действительно Имели полное понятие О ГПЗ А влияние На растения На людей На мозги людей Вот Тогда бы сейчас Часть домов Уже были бы уничтожены И в них бы запрещено Было бы жить И люди бы не умирали От рака Раз Вот Знать мало Дальше Дальше что Дальше значит Дороги По которым люди ездят И машина бьется Лоб в лоб Потому что люди На мгновение Теряют сознание Многие люди Очень многие Имеют Мозги Которые Не способны Противодействовать Этому ГПЗ Это Я перевожу Вот Как По простому Гиблые места Там где Из-под земли Страшное Излучение Действующее На мозги Проходит К сожалению Ребята К огромному Сожалению Вот Знать Это не значит И дальше Наплевать Это страшно Если уже знают Это преступление Хотя на самом деле Недооценивают Иначе Вы сейчас Вот идет дорога А вот дальше ГПЗ А кстати Вдоль дороги Посмотрите Там где десятки Этих Памятников Уже давно бы Искривили бы ее Пусть бы Левшие деньги Потратили Ну чтобы Обошли это место И вот что Трудно Что рамками Померить У нас В каждом городе Есть такие Как я Белокатовщики Вот в чем дело До того Обидно Что Если знают То преступники Потому что Надо меры принимать Трудно 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 Трудно